Всем привет, ребят! В общем, у нас сегодня с утра уже был очень громкий взрыв. Не знаю где. Вчера тоже были тревоги постоянные, но был днём и небольшой отбой, когда нам удалось хоть поработать. Вот. Потом я, когда началась тревога, всё-таки решила сходить в метро, ребят. Сходила. Что я могу сказать? Ну, люди, которые чисто прятались в тревогу, там немного. Ну, там стояла женщина с девушкой и ещё несколько девушек. Буквально всё. Не знаю, особо люди не бегут, но знаете, кто выходит там с метро, многие смотрят телефон, если смотрят, что там тревога, что-то летит. Как раз мы ходили в метро, когда что-то летело. Ну, там, кабы на Волчанск, кабы на Липце, потом кабы на город. Ну, как обычно, ребят. Вот. И они смотрят, и если есть какое-то вот такое вот предупреждение, то многие останавливаются и пережидают. Но вы же понимаете, что люди не просто куда-то там вышли в город, да, чтобы постоять в метро несколько часов, часов пять, да, потому что сейчас тревоги могут быть очень долгие. Просто до 20 часов бывали тревоги. И сейчас тоже в промежутках такие и 9 часов, может быть, идти пять часов. Вот. И понятное дело, что они какое-то время постоят, но все равно идут по своим делам, потому что, ну, что тут бестолку, бессмысленно стоять. Конечно, самое главное, это безопасность. Вы знаете, ребят, раньше у нас было удивление, когда было много тревог. О, боже, сегодня там пять тревог, вы что? А сейчас у нас удивление, когда отбой. Потому что, если раз там отбой какой-то был классно, второй раз уже, уже удивление, знаете, за, ну, если за день там несколько отбоев было, то это уже очень классно, очень удивляет и радует. В общем, еще ребят в комментариях писали по поводу, что вы снимаете, типа, в каком-то помещении с баночками такое скучное, что-то, ну, что-то рассказываете, хотя можно было, типа, в Харькове снять офигенный, интересный влог. Но, ребят, сейчас такая ситуация, если вы имеете в виду за то, чтобы снимать какие-то разрушения, разрушения снимать у нас нельзя. Никто их снимать и показывать не будет, так как в России, так как и в Украине, мне кажется, одинаково есть такие законы, что разрушения показывать нельзя. Если вы имеете в виду, это запрещено законом, если вы имеете в виду просто даже, ну, какую-то прогулку показать Харьков, никто не против. Но сейчас такая ситуация, ребят, что лишний раз выйти, даже на прогулку, а если вы будете специально идти, чтобы снять какое-то видео, то сто раз подумайте, знаете, после вот этих всех событий, потому что тоже это всё небезопасно. Я, конечно, понимаю, вы сейчас можете привести пример Таня Антиквара, она ходит, гуляет, всё снимает, всё показывает, но я же ещё раз повторюсь, у каждого своё отношение к этой ситуации, и ну вот так, ребят, что тут поделаешь. Если проходить там мимо чего-то, можно, конечно, снять, можно выбрать моменты, что-то снимать, но лишний раз ходить куда-то там, я думаю, не стоит, даже просто по улице, потому что осколки, знаете, это тоже всё серьёзно. Кажется, это всё шутки шутками, но на самом деле нет. Вот, даже когда начинается тревога, даже когда ты не понимаешь, что тебе делать, потому что явно ты не живёшь рядом с убежищем, рядом с метром, да, чтобы ты раз, вышел две минуты, и ты в метро. И ты думаешь, бежать тебе или нет, потому что если вдруг что-то, если вдруг осколки, а ты как раз в эти две минуты, там, пять минут бежишь до метро. То есть, ну, мне от работы моей бежать до метро пять минут. То есть, это уже превышает достаточно время полёта ракеты. И поэтому всё это, ребята, очень-очень сложно. Ещё, ребят, кто-то писал, лучше типа рассказывай за косметику. Да никто не против, никто ж не против рассказывать за косметику. У меня раньше канал был про косметику, но сейчас в такой ситуации, вы же понимаете, что это, не знаю, это даже ощущается как-то неестественно, знаете, сейчас это неактуально. Возможно, для кого-то, кто живёт в других странах, в спокойной обстановке, в спокойной ситуации. А у нас, ребят, сейчас снимать про косметику и что-то рассказывать, ну, ну, такое. Честное слово, вот, вот прям, когда даже смотришь видео о косметике, это всё, конечно, очень интересно, но... Сейчас это воспринимается просто совершенно по-другому. То есть это уже воспринимается как-то бессмысленно и, ну, неактуально, неинтересно в нашей ситуации, мне кажется. Пишите, конечно, ребят, возможно, лучше разбавлять эту такую напряжённую атмосферу чем-то лёгким, там, какой-то готовкой. Многие писали, приготовь борщ. Не знаю, почему это всех так интересует. Честно говоря, я ни разу не готовила борщ, ребят. Можете кидать, кидать чем-нибудь, но я не готовила борщ. Не знаю, я больше по выпечке. Если готовлю, то я люблю что-нибудь выпекать, какие-то тортики, пироженки. Пироженки загнула. Тортики, пироги. Вот это мне больше нравится. Вот, не знаю. И так как канал сейчас смотрят и женщины, и мужчины, то рассказывать даже про косметику, про что-то такое актуальное. Знаете, что сейчас, допустим, актуально что-то недорогое и очень классное. Ну, тоже показывать, я думаю, не совсем имеет смысл. Но вы пишите, ребят, в комментариях. Я не знаю, возможно, вам будет интересно. Ещё, ребят, многие упрекают украинских беженцев в том, что они путешествуют, ну, когда переезжают там в другие страны, да, в Европу. И там есть какие-то бонусы проезда, типа бесплатного проезда, знаете. И какие-то тоже бесплатное проживание. Ну, всё вы это знаете. И многие беженцы начинают путешествовать. Не знаю, хочу сказать, что это, скорее всего, дело каждого. Но если моё мнение, то меня немножко это тоже удивляет. Как бы в такой ситуации путешествовать. Путешествовать, с другой стороны, это как бы использование возможностей. Почему нет, да, если даётся такая возможность, можно там где-то поехать что-то там посмотреть, да. Но как бы не знаю, когда мы были за границей, когда я была за границей, особо до этого не было, ну, как сказать, желание, наверное, тебе было всё равно. То есть тебя всё равно не отпускала эта вся ситуация в Украине. Возможно, это и нехорошо. Но ты всё равно об этом думал. И какие-то путешествия, ну, как бы не имели значения. Возможно, конечно, хотелось бы посмотреть, какой-то был интерес. Но, как так сказать, не воспользовались. Упрекать других тоже не могу, что прям вы пользуетесь. Может, у кого-то другое к этому отношение. Знаете, почему не посмотреть что-то новое, если есть возможность. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И сразу думайте о том, как бы вы поступили в этой ситуации, да. А не сразу можно сказать, что, о, это они тратят чужие деньги за чужой счёт. Вот это всё они путешествуют. Но нет, ребят, вы тоже подумайте, если бы вы оказались в такой ситуации, Возможно, вы тоже бы не упустили возможность вот так вот путешествовать. Вот. Не знаю, это, мне кажется, просто сугубо личное отношение каждого человека к этой всей ситуации. Что-то посмотреть. Но, конечно, нужно иметь своё какое-то отношение ко всей этой ситуации. Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока.